прошлый раз мы с вами говорили о тотальной деятельности сознания что означает быть всегда в процессе выполнения любой работы в процессе выполнения любой деятельности это позволяет нам находиться в реальном моменте времени здесь и сейчас то есть не пропускать на входе те импульсы которые обязывают нас или как бы ввергают нас механистическое поведение мы привыкли отвечать на все импульсы раздражение извне чисто механистически то вот этой механистической работы механистических ответов на все у нас входящий быть просто не должно для этого мы должны быть тотально бдительны то есть видеть все что у нас входит и сознательно реагирую на это отвечать ничего не должно совершаться механически еще мы с вами говорили что тотальная бдительность сознания это то что позволяет нам не впускать крайне деструктивные вибрации гнева и сражения не будучи бдительными мы с вами будем автоматически пропускать на входе раздражение гнева эти самые вибрации гнева и сражения по сути способна раздеть особенно начинающих и ищущих в общем-то буквально до основания по сути вот все духовные наработки способны в течение нескольких минут упасть до минимальной отметки я думаю что вы в своей практике же этим встречались наверное да как только удастся хорошенько погневаться чем раздражение на самих себя это та же форма раздражение важно кого возражаете она еще более пагубно потому что погнувляет еще на окружающих если вы с окружающим то есть как раздражение пребываете разряжаетесь один и другой то молча тихо раздражаясь на себя возражаете в общем-то атмосферу если это в семье происходит то это очень погубно влияет на ваших близких помните всегда бы и начали с вами разговор мы осознательной дисциплине говоря о том что необходимо соблюдать абсолютную ровность во всех ситуациях любых ситуациях в которых вы ввергаетесь в жизни бывает много ситуаций если обычный витальный человек будет где-то шумно радоваться или скорбеть и расстраиваться по каким-то там вопросам привычно радоваться и привычно скорбеть и сокрушаться то ваша задача удержать сознание ровным поскольку не шумная радость не глубокая скорбь не сказать сожаление о чем-то ни в коей мере не меняет ситуации в которой вы попадаете и уж никак не позитивно не влияет на ваше внутреннее состояние напротив . разрушая ваши опять-таки духовные наработки сохранять сознание ровным это очень важная вещь вот во всех ситуациях которые вы не оказывались ровное сознание сознание которые опять-таки пребывают в реальном моменте времени и состоянии ровности вы способны очень быстро решить те проблемы которые в состоянии отчаяния или вот такой шумной радости вы не сможете решить абсолютно правильное свое время вот это надо понимать что ровность не есть равнодушие многие говорят что если я буду ровным то я буду равнодушным это совершенно разная вещь равна души это в общем состояние такого витального наплевательство на все а коли вы следуете путем сознательной эволюции у вас есть сердечные стремления то вы никак не можете быть равнодушным вы ищущий вы человек который выбрал для себя главное посему равнодушными просто быть не может хотя вот эта ровность кажется некоторых неким равнодушным месте раньше его халат по поводу там какого-то несчастного случая который видел по телевидению теперь они охуя наверное это неравнодушие а понимание вот того что происходит что то что происходит нашей жизни фактически если мы на все это будем реагировать так шумно и бурно то это не позволит нам стать другими всегда находится те кто шумно и бурно реагирует всегда найдутся защитники обездоленных и слабых а наша задача в общем-то выйти на тот самый уровень сознания который позволит глобально защитить себя и других и преобразовать вообще-то окружающими ты гораздо важнее чем распылять себя по мелочам какому витальном плане сознания я думаю что это тоже ясно да мы говорим о том что не следует скучать потому что люди в общем-то типичное состояние людей от скука от скуки что люди делают смотрят телевизор болтают там бог знает о чем со своими друзьями и соседями читает бульварную литературу вообще распыляет себя вовне просто вот то чем занимаются люди в основании занимается этим мацкут если у вас есть главное дело жизни если вы выбрали этот путь то вас просто нет времени для того чтобы скучать его просто быть недавно у вас всегда есть то что вам нужно делать есть всегда вещи которые может который вы можете занять свое свободное время то есть если вы скучаете то у вас что-то не так либо востребление слабая либо вы в общем-то спустя рукава работаете вот в этом направлении мы с вами долго говорили и на этом закончили о печатных источников что же нужно читать какую литературу можно выбирать для того чтобы не повредить тому новому сознанию который вас входит для того чтобы не вызвать не вызывать сомнений не вызывать ну каких-то неприятных ассоциаций в собственном сознании той самой литературы которая способна вам повредить особенно первый этап работа на пути то есть мы рекомендовали вам чистые источники родниковые источники истины то литература которая вам не повредит мы с вами говорили о медитативном чтении мы с вами говорили о медитативном слушании чем бы я надеюсь занимаетесь когда мы с вами говорим и о медитативном переписывание текстов то есть медитативное переписывание текст это замечательная форма медитативной работы если она эта форма работы где-то вами реализуется перед сном где-то за полчаса или за час до сна если вы выкроете время для того чтобы медитативным переписывать чистые родниковые источники истина потом сомнете глаза еще на кончик носа вообще ночное время ночное время вечернее время будет вами максимально использовать относительно тихое время да потому что днем все-таки суетана мы с вами говорили что активная медитация в свободное от суеты время способна таскать вас подвинуть вперед что сам труд выполнение любой работы в реальном времени это тоже медитативное занятие а вот если на ночь вы вот так глобально займетесь медитативным переписыванием и еще искать запустите процесс нисхождения энергии путем ленивой медитации вот будет совершенно замечать то есть большая часть ночи будет вами продуктивное использование использована нашего духовного развития на этом мы с вами закончили прошлого а сегодня продолжим разговора сознательной дисциплины мы с вами говорили что очень важна эта часть сознательной дисциплины поскольку человек который ну решил заниматься духовной работой решил стать на путь сознательной эволюции и не перес и не пытающийся перестроить свою жизнь повседневную он ничего не добьется потому что в общем-то повседневная жизнь определяет наш с вами вообще бытие да если повседневная жизнь вот то наше поведение в быту не будет перестроена в направлении сознательной дисциплины то все наши медитативные практики молитвенные практики там чтение литературы все будет пустую вот мы говорим о сознательной дисциплине именно в то самое время когда мы просто живем когда мы просто существуем понятно да наверное вот это время время должно быть позитивно использовано и трансформировано вот в русле той самой работы которыми выпали как главная очень важным аспектом сознательной дисциплины является контроль за попытками стать на осуждение людей за их слова и поступки очень часто автоматически буквально увидишь что-то в человеке вот для нас . как бы неприглядное вот или увидев какие-то поступки которые нам не нравятся мгновенно выступаем с открытыми или внутренним суждением по этому поводу так вот это совершенно недопустимо потому что для незрелого сознания крайне вредно в любой форме обсуждать поведение людей в любой форме пусть это справедливо объективно справедливо но в этим заниматься не должны во первых это просто бесполезное занятие вы будете просто обсуждать это пустое времяпровождения во вторых занимаясь своем пустой проблемой вы блокируете нисхождение этой энергии нисхождение того самого потока который как по с вами успели убедиться активно в нас работает и нисходит лишь в те самые моменты те самые промежутки наш ум молчит постоянно заниматься суждениями и реагировать на все и вся касающиеся поведения людей обсуждения их поступку это значит блокировать нисхождение и в третьих до тех пор пока вам как бы неведомо или не открыты истинные глубинные причины того или иного поступок человека вы просто не имеете никакого права его осуждать не зря иисус очень пристальное внимание обращает на это говорит несудимые не судите да несудимы будете это не только осуждение людей за слова и поступки но и вообще осуждение по любому поводу они абсолютно бесполезны до тех пор пока мы не откроем ну как бы истинное сознание вот и с этого момента наши отношения мир вообще кардинально изменится вот и нам станут понятны причины тех или иных мотивов которые побудили человека совершить те или иные поступки они будут абсолютно понятны и надобность в осуждении просто отпадет то что ничего без причин на не бывает незрелое сознание всегда ведут себя так а мы вроде бы как сказать осуждая считаем себя несколько выше до такая годы поднимается вот я такое правильное вот люди ведут себя неправильно вот этот вот момент тоже должен быть нами чтю повторяю что это очень важный аспект сознательной дисциплины разумеется вам мой что-то не нравится в людях вот не нравится но вы должны научиться никак к этому не относятся именно никак никак дабы не побуждать в людях в окружающих ненужных эмоций в себе он тоже понятно да привыкли делаем это автоматически постоянно лепим ярлыки на всех но этого делать не стоит это крайне вредно сложно это перестроиться но тем не менее в течение какого-то времени если вы практикуете вот эту практику бдительности без бдительности это не бывает вы должны цикать и видеть что вас позыв осудить кого-то позыв каким-то образом поговорить на актер с кем-то вот обсудить там с кем живет пугачёва ли там что там кто-то делать иногда отбывается уже невинные казалось бы позыва но вот эти невинные позыва не очень-очень разрушительно деструктивно по отношению главному делу который мы делаем в лучшем случае если вы измените измените свою позицию по отношению к тому что мы привыкли осуждать когда вы действительно будете понимать причины тех или иных поступок который побуждает людей совершать лучшем случае вы можете просто констатировать факт как вашу человек совершил то-то то-то не лицеприятное но никак к этому опять-таки не относиться когда же вас возникает даже импульс к осуждению того уже другой человек если вы этих импульсов вас этого импульса не возникает то и вас естественно никто осуждать не будет вы будете человеком который не фонит который не оказывает на людей на окружающих раздражающего такого влияния вот обычно даже если человек ну не высказал да что то а вот на лице всегда написано глазах это то нежелательный фон сразу возникает вокруг то есть человек мгновенно на кого-то это на кого это направлено тоже реагирует вас тонкий мир он очень вот такой мы постоянно колышем вот эту атмосферу постоянно наколебрется нам нужна ровность нам нужно это не мелочь вообще мелочей в этой работе нет поэтому не зря мы говорим серьезно и глубоко вот кажущихся мелочах мы думаем что главная медитация мог нам что главное там молитву мы думаем что главное хорошее питание здоровый образ жизни далеко не главное все в совокупности определяет наше внутреннее состояние результирующие которая должна быть направлена в одном направлении значит очень важный компонент сознательной дисциплины это отношение наши к себе и к своим собственным поступкам и мыслям каждый к себе как-то относится до совершает какие-то поступки не всегда лицеприятные и вырывается бывает что-то такое что как бы требует у нас самих себя осуждения но тем не менее мы должны правильно к этому относиться вот с позиции опять-таки сознательной эволюции зачастую особенно на начальных этапах работы мы автоматически по привычке способны совершать поступки которые можно отнести к разряду условно греховно можем заниматься этими вещами можем как бы автоматически эти поступки совершать вот однако по этому поводу не стоит сокрушаться не стоит заниматься самобичеванием поскольку человек иногда серьезно начинаешь что-то делать и дух не что-то вырвалось он потом строит целые таскать гималайи трудностей осуждает себя каким-то образом пытается замаливать эти самые грехи но трагедия делать из этого не нужно если вы автоматически что-то совершили пропустили вот так сказать на входе вот тот самый импульс который нежелателен они абсолютно неадекватные этой ситуации то усердно не надо замаливать тот самый грех который у вас тоже возник мыслях может возник так называемый грех да вы могли кого-то там осудить кому-то пожелать там чего-то бывает да есть люди которые уже половину человечества перевешивали перестреляли пересажали в тюрьму есть такие люди у нас да ну в мыслях это неважно делают они это видео даем власть они это сделают мгновенно не будут разбираться будут просто сажать стрелять там еще что-то делать имеет какие примеры в жизни так вот не надо усердно замаливать эти грехи не надо обращать на них внимание если вы это поняли осознали что этот факт искать вот вас свершился это и будет раскаяние или покаяние но что в общем-то относится к серьезной форме растворения кармических следствий вот этих самых греховных так называемых поступков осознали однажды сразу и больше к этому возвращаться не стоит потому что если мы постоянно будем возвращаться таким своим как поступками не с приятным делам как совершено в прошлом естественно в далеком прошлом или недавно прошлом потому что любое обращение тоже в прошлом до если мы совершили мы уже обращаетесь к это может где-то далеком прошлом на что-то делали вот так вот такое чувство тотальное хроническое чувство греховности не стоит в себе культивировать потому что это эгоистическая форма вот такого греховное что я грешная дескать вот такой весь вот грехах что в христианстве очень хорошо культивируется постоянно понятно с какой цели что уходили в церкви постоянно каялись и считали себя рабом божьим иисус не говорил об этом никакие будет мы не рабы на друзья называют вас друзьями не рабами раб тот который ничего не понимает которому бестолково внушается какая-то вера или какие-то ритуальные действия человек который понимает он уже не раб человек свободен он должен стать свободным и он имеет весь арсенал средства по стать свободным так вот вы если вы раскаиваетесь искали в том что у вас свершилось где-то или произошло то не надо заниматься постоянным возвратом к тому что вы выше осознание пони унынию поддаваться нельзя ни в коем случае на штурме не это вот один из грехов кстати да если мы говорим вот смотрим да вот подвергаться уныние это тоже грех вот так называемый так что мгновенное осознание факта самого факта для того что вы сделали нелицеприятное мгновенные раскаяния вполне достаточно чтобы не реализовать кармические последствия этого события осознали и кармический узел не завязан если вы это сделали как бы намеренно вот что-то намеренно сделали а потом пытается раскаивать что здесь то что вопрос уже другого порядка обучение будет да но если это автоматически у вас как бы по привычке выскочила и вы мгновенно осознали это замечательно вот энергия осознание по словам кришнамуттия по словам кришнамуттия и она действительно практика это подтверждается способны растворять все негативные последствия любых поступок вот именно энергия осознание вот факт осознает и есть покаяние осознание то есть ты внутренне осознаешь этот поступок перед богом в себе перед той частицы и божественных которые в тебе непосредственно присутствует не надо ходить никаком как исповеднику и говорить вот кайцы покайтесь той части бога которые вас непременно есть иначе бесполезно было заниматься все той работы которые мы занимаемся поэтому искреннее признание своей неправоты во многом и не действует то самое внутреннее покоение в храме собственного тела в храме собственной души и вот этим надо заниматься осознали раскаялись и больше к этому не возвращать как-то шри воробинда заметил что то что мы называем пороками то что принято считать пороками это просто выливание энергии вот той энергии который у нас присутствует в нерегулируемые каналы а если мы это осознаем и видим вот все что у нас входит ту канал на становится регулируемой то есть мы ничего не выбрасываем вовне не видя как факт последствия этих поступков мы уже не делаем это уже становимся людьми которые видят все что в них входят и что-то гасятся что-то так сказать по возможности как бы минимизируется но тем не менее мы это увидим поэтому нерегулируемые каналы самые энергии излишки энергии хипу не выливается больше от нас не требуется такой вовремя не углядели то прямо смотрим на свечевшийся факт это есть элемент раскаяния то есть мгновенное сознание так что не зацикливайте свою на этих вещах то есть возврат в уме к своим грехам и нелицеприятным поступком это копание купания собственной греховность есть люди которые всю жизнь купается в том что они когда-то натворили вот так это садом азархистская такая работа внутри людей имеет место быть в одном давайте смотреть чтобы этого не было другое дело я уже говорила всего намеренно совершаете какие-то непристойные поступки а потом картинка и тишь понимаете вот я сейчас сделаю вот мне надо сделать а потом пока есть в этом вещь в общем то абсолютно недопустимое в этом случае кармическую зла не развязывается естественно после этого пока я и напротив как лживое ваше состояние как то что непременно становится явным да вот есть то тайное которое нам кажется да что мы как бы вот в себе какую-то тайну несем она всегда становится явным перед богом перед той силы которые у нас есть тут ничего не можем утаить если мы уже открыто этой силе если мы уже работаем в этом направлении поэтому не надо врать себе это все бесполезно делать пустой занятие я думаю что это извечной истины не убей не кради не лги не при любодействии не злословь не пьянство не обжорствует а мне я думаю что они это всем понятно и коль человек нормальный обращать особое внимание как на этом разбирать не имеет смысла теперь поговорим об отношении вещам материального мира мы живем с вами материальном мире и обычно люди очень привязываются к вещам переживая их под утрату страшно желает что-то приобрести временами и ужасно боятся потерять уже приобретенные из материального мира я говорю вот так ведет себя человек который вращается преимущественно в поле материального сознания естественно что человеку который стал на путь сознательной эволюции который продвигается по этому пути привязанность к вещам материального мира такая болезненная привязанность мешает деньги на них тоже поговорим сильно мешает выживая сознание постоянное беспокойство в общем пример окружающий полно соблазнов таких материальных и поэтому люди многие даже искренне шли пешли на путь сознательной эволюции но по привычке как бы пребывающие в поле материального привычек у нас очень много наработано вот на этом плане сознания материальном плане сознания испытывают беспокойство и трудности в этой части все к вещам надо относиться правильно что такое правильное отношение к вещам это не впадать в крайности не пощать накопительство и не пытаться избавиться от всех вещей вот так никто это делают да вот и непременно отсекать лишний потому что много в нашей жизни есть того что не необходимо явно лишнее и вот это лишнее надо стык уметь увидеть иметь видеть то что лишнее то что то сказать не имеет существенного значения удовлетворяться тем что имеешь если нет возможности приобрести потому что у нас получается так на занимают денег но приобрету там что-то хотя эта вещь абсолютно в общем-то не то что ненужное они важны и без ней можно вполне бы без него вполне можно обойтись вот но мы вот как начинаем рассчитывать где-то вот пытаться себе убедить что это необходимо не нужно этом зациклиться это в общем-то мелочь честно говоря вот а мы делаем проблему из тех самых мелочей которые потом будут нам сильно мешать продвижение попали я уже говорил об этом и постоянно спит на практике на свои убеждался я где йога много об этом говорит говорит о мелочах как бы не значит но эти мелочи или песчинки могут остановить тот часовой механизм который нами запущен вот это кажущаяся мелочь может стать серьезные преграды на пути чем дальше мы продвигаемся на первых этапах может быть как все идет так своим чередом мы чувствуем силу чувствуем продвижение на потом когда начинается тонкая калигранная обработка нашей души уже более тонкой энергетика это тонкая энергетика ни в коей мере несовместима с каким-то грубыми материальными импульсами которые в нас имеют место быть если мы от них не избавимся с пониманием ней нейтрализует поначалу это будет казаться думает будет даваться с трудом вот как бы изменение отношений к вещам материального мира но со временем по мере роста вашего сознания привязанность к вещам материального мира естественным образом будет ослабевать от естественно вы откроете энергию она будет идти у вас то есть это сложно искать проблема вот я помню что долго я расстраивался там короче ашка мы там кто-то разобьет я штамп почти трагедии были вот тогда уже все и после духовного рождения что то есть вот такие мелочи кажущиеся мелочь они казались какой-то трагедии такой внутренний кота способна выбить из колея пример просто привожу что действительно так так что вот эти вещи связанные действительно с материальными потерями или приобретениями страстными желаниями хотели им то вот они могут сильно вам мешать главную роль в процессе отработки правильной линии поведения по отношению к вещам материального мира будут играть ваша бдительность и искренность если вы бдительны поэтому по отношению то есть к тому что у вас входит вы будете ловить находите и пусть который будете сами же развенчивать вот я там сокращаюсь вот я там кому-то зовет вот я там хочу это но не могу это приобрести финансовом соображение все это просто не нужно есть люди даже очень и четко соизмерять свои таскать возможности своими желаниями вот эта балансировка возможностей желания постепенно если опять приведет вас той самой норме отношения с вещами материального мира то есть оно должно быть нормальным нормально чтобы быть все такое нормально мы говорили поэтому по возможности фиксируйте то чувство которое у вас возникает которые вы испытываете при соприкосновении с конкретными вещами конкретных ситуаций что-то у вас возникнет вот вы посмотрите да как бы внутренний анализ проведите много ли человек ты надо из мира вещей материальных вещей смыть сколько хлама иногда бывают дома лишнего хлама никого не нужным один раз вещью попользовался скапливается горы горы этого хлама вот я от меня сейчас испытываю очень большое облегчение когда ты тут лама освобождаюсь вот одно там как я вынес 4 сумки огромные спортивные книг на помойку вот той самой советской эпохи когда никто никогда не откроет читать никогда не будь какие-то учебники какие-то глупости вот от книг вот с удовольствием освободился от лишних но от многого от вещей от разных искать вот бывают на черный день кто-то откладывает а вдруг пригодится там никогда не пригодится вот мы все время как думаем да что что-то вот нам еще будет вот есть книги и вот после ну где-то два три десятка книг я наверно поставил сейчас мастер сколько нет тебе нужно совсем немного нужно уже ко многому потому что раньше как бы ценил и хотел иметь уже никогда не обратишься просто просто понимаешь что это не нужно все это уже лишь так что поначалу советую избавиться от книжного мусора прежде всего именно книжный мусор вот он тот самый мусор который тогда давлеет вот надо от него избавляться радикально избавляться раз и навсегда начните свет значит тонкий мир тот самый мир который мы ну отойдем или обретем можно взять лишь то что наработали собственном сердце наш эволюционный опыт вот другого мы собой ничего не возьмем замечательный иисус сказал помните о том что вы в этом мире прохожие прохожие пока ты проходит ли пришел много не нужно прохожим надо накопить эволюционный опыт сделать максимум того что мы можем сделать в этом чем шире и глубже эволюционный опыт тем более сознательными мы переходим в тонкий мир а если сумеем уже в этой жизни наработать тонкое вибрационное тело с сохранением индивидуальности то вообще переход тонкий мир протекает абсолютно безболезненно с полным сохранением активной памяти и в общем то что действительно максимально мы способны сделать вот в этом воплощении в этом физическом теле так что надо помнить постоянно том что мы здесь до времени квантового скачка эволюции прохожие если ваше отношение какой-либо вещи четко еще не определилась много вещей материального мира то мать сказала замечательно проведите в уме мысленный эксперимент не выбрасывайте эту вещь не кромсайте и не ломайте вот попробуйте вот такой эксперимент провести мысль лишить себя этой вещи лишите мысль вот ее у вас нет если вы при этом испытываете чувство там горечь и чувство потери чувство какой-то так сказать вот удовлетворенности или дискомфорта то привязанность вас еще сохранена к вещам матери вот подумайте как любимая вас вещь вот вы ее каким-то образом попытайтесь представить что она исчезла вот нет нет и все любимая чашка любимая книжка что еще любимый телевизор любимый он я не знаю любимая машина попытайтесь все представить что ее не чтобы быть по этому поводу вот осознание до осознав этот факт просто его констатировать опять-таки не надо по этому поводу трагедии развивать что вы еще то искать ну допустим жалеете или способны это оплакивать потерю ну просто осознайте факт не надо с этим бороться бороться с этим невозможно пытаются люди избавиться от всего допустим максимально это противоположность тому что накопительство противоположность да вот то разбрасывать вещи куда все лишать всех вещей это самая пружина которая сжимается лишь в одном направлении то в другом она непременно будет разжимации внутренне влиять на ваше состояние из крайности никакие здесь не должны быть никакой борьбы быть не должно стать на пути отречения отвечает значит заведомо обречь себя на неудачу многие это делают но пытается таскать обходиться минимум но незрелое сознание если с этого начинать то начинать с этого бесполезно постепенно с ростом сознания с пониманием вот внутренним это просто отпадает отпадает от привет требуется время сразу ничего не получается . сразу будете из менять режим питания то тоже вас ничего не получится будете испытывать дискомфортное явление прочее прочее получу можно сгоряча лишить себя всего но это будет лишь насилием над неукрощенной натурой вот если натура ваша истина не украшена то вы можете наделать но глупости этого делать не стоит вот я всегда вот этот пример привожу многие на не слышали георгий гуджи и человек который в начале прошлого века организовал в россии школу где преподавались на те времена оригинальные методы пробуждения сознания вот одним из учеников в этой школы был успенский петр успеств который донес до нас само учение год же и вообще многие его методы и способы и цели идеи работы так вот он рассказал следующая история которая имеет отношение под нашим сегодняшнем разговоре все даю привожу она очень такая красная уже постоянно внушал ученикам своим что они не должны что они должны во всех ситуациях занять ровность сознания то о чем мы с вами тоже говорим теоретически вроде бы говорит успенский это усвоим но на практике все казалось иначе и вот летом как-то группа гуджи его выезжала на кавказ для занятий на природе и успенский ехал в одном купе с коджиевом они находились в одном купе вот поезд только что выехал из москвы набрал полный ход и окна в купе и большие раньше были открывающиеся окно было открыто и вот год жив когда поезд набрал полный ход берет чемодан успенского его скидывает его в окно в чемодане были все его вещь которым взял на месяц там бумаги какие-то записи но то есть то что для него была цена на месяц обычный человек который работает вот как бы в направлении собственного развития берет то что вот ему необходимо самая необходимая вещь это вот то что остальное дома оставила вот это самое необходимое взялся вот этот успешно я готов был убить вот же его просто взять его убить задушить там не знаю что я тут сидит смеется курят я же вас учил отчет и горячишься но мы купим те там чуть я там надо там носки там это записные книжки книги то нет все ерунда купим будь спокоен но он где-то говорит что поиска метров 80 проехал я немножко это успокоился капельку успокоился но все равно но как что такое спокойно внешне успокоить внутри это все колокочит и тогда гуджиев где-то с верхней полки леса из-под нижней полки достает чемодан такой же вот что-то говорит помочь водкой твое чемодан ягод другой выкинул купил вот так тебя проверить такой же чемодан вот делая и тогда я понял что такое эксперименты которые вот здесь ставим он не поверил своим глазам а действительно было чемодан а гуджиев улыбнулся и как слабак то еще а вы все думаете вот что-то достигли ведь ничего не достигли и тогда он повторно сказал успенский безумно на него разъярелся потому что-то обличил его вот еще вот в этом факте что ничего и не достиг вот такие вот жизненные ситуации но в плане лишения собственность всех себя диаген превзошел дать за меня исторический такой персонаж который жил в бочке да помните все уже голые в бочке вот но бочка там большая была из подвина бочка как дачный домик они не то что все думаешь там почках собака в кунули жил там большие были винные бочки вот ну наверно как дачный домик действительно времен хрущевских жил он в этой бочке и миска у него была из которой он там пил ел и он еще есть не перестал и пить не перестал вот он с этой миски пошел на водопой тоже собака бежал за ним собака его опередила там побежала пить вода он споткнулся миска у него покатилась потом миску эту искал хватал собаку уже бежит обратно напившись облизываясь языком а тогда выбросил эту миску последнюю собственность свое вот и решил все руками делать и пить и и он лишил себя полностью собственности материальные еще пример как бы свежие из практики жизни вот где вы рассказываем господь кто-то слышал что моего родственника в тесте моего сына художника был очень хороший мастерская на пушкинской улице на верхнем этаже старинного дома мастерская большая не там жили с супругой просто это был их дом были все их вещи что самое ценное огромная библиотека редких книг он все деньги практически тратил на покупку редких книг книги действительно замечательные я как их листал и думал что смогу их тоже так сказать свободное время попользовать но случилось так что вот феврале позапрошлого года ночью возник пожар внизу домах и все они выскочили вообще в одном белье зимою и все сгорело все сгорело все дотла сгорел ничего нет ни осталось ни документ ни денег ни картин и этих книг книги целое состояние вот и вот виктор николаевич сам хозяин он в общем-то три дня попил водки потом вы помянули похоронили хватит и начал новую жизнь сейчас на 5 покупает редкие книги интересные книги вот некоторые дубликаты на спокойно как бы пережил вот расставание с прошлым спокойно для меня пример всем фантастически а супруга его тоже нормально вот творческий человек он как был погружен свойский процесс ему в общем-то хоть он и покупал материальные вещи но он не был к ним привязан от замечает фантастический пример который действительно дает нам возможно действительно что результат внутрь не работал на лицо о деньгах евробинда определяет деньги как видимый символ универсальной силы универсальные божественные силы она в разных планах сознания проявляет себя по-разному вот на физическом материальном плане где идет обмен вещей так это универсальная сила которая действует и на витальном и на физических планах сознания как обменный какой-то эквивалент деньги дать дал деньги получил там продукт обменный эквивалент до заработал что-то за труд получил на физическом плане вот немную сумму вот по своему происхождению и в истинном своем действии эта сила принадлежит божественного сила денег или вот сила материальных разного рода эквивалентов но подобно другим силам божественного она не способна сюда на землю в невежестве низшей природы на физическом плане сознания может быть захвачено его для собственных нужд или попасть под влияние влады в царство тьмы который искажает ее в соответствии со своими целями то есть мы имеем место искажения накопления там каким-то образом попытка влиять вот этими денежными средствами на сознание людей на их таскать состояние поясни это одна из трех сил власть богатство и секс чтобы уславливать наибольшей привлекательностью обладает наибольшей привлекательностью для человеческого эго действительно власть деньги и секс вот как бы три мощные компоненты которыми можно манипулировать и человеческое сознание общем-то очень подвержена воздействию вот этих вот трех сил на физическом плане сознания большинстве случаев с этими силами неверно обращается если с каждой из этих сил верно обращаться то все будет в порядке но если обращаться этими силам неверно с властью сексом из деньгами то эти силы в общем-то оказывает извращенное влияние на человечество в целом и на конкретных личностях на это понятно да если все было бы на своих местах если бы не было извращенного понимания и деформации вот в этих трех действительно мощных силах которые в человечестве имеет место быть то полу бы наверно все в порядке но в силу невиднее в силу нашей ниши эгоистические природы вот эти как бы универсальные компоненты нарушаются и обычно до большинстве случаев с этими силами неверно обращается ими злоупотребляют те кто имеет с ними дело те кто стремится к богатству или обладает им смотрите замечательно сказал гораздо чаще его рабы чем владельцы те кто стремится богатство не обладает им это рабы этого богатства они владельцы если не полностью находится в рабстве того что они накопили пытаются чем-то вот это действительно мы видим смотрите жить за каким-то забором какой-то они боятся вообще какой-то ужас да вот как люди живут потом собирается компания скорпионов таких вот друг другу бежали щек и играют во что-то и потребны ненавидят друг друга завидуют вообще жить ужасно вот так посмотришь на а властный человек он тоже от всех боится потому что он нарушает все нормы общежития ему стыдно смотреть глаза людей в общем не может нигде появится это у нас когда мы учились в институте такой интересный пример вот один наш сокурсник он женился на внучке косыгина осень николаевич косыгин карьерист такой парень у него папа тоже генерал двух органов соответствующих и вот он как-то нам это самое описывал потом его на машине там возили до дома как-то все ну там подполагалось вот он нам описывал как он замечательно живет вот что он в общем то ему каждое утро носки и рубашку подают запечатанные в пакет он вечером все это выбрасывает вот так рассказ потом как-то выпили мы и он нас пригласил в гости поедемте домой сейчас я это самое там вот но мы прошли там какую-то охрану в доме на кутузском входим туда в квартиру да он там что-то сказал открывает дверь его жена внучка алексей николаевич косыгина но неприметная такая девочка понятно и вот такой огромный шлепок ему по моде вот так вот со всего размаха ему он чуть не упал даже вот и перед нами дверь бух вот жизнью мне интересно он хотел только нам что-то показать на ему просто входом жена такое плюху весело такой момент от из жизни тех людей которые имеют власть там деньги еще что все скучно честно говоря вот если желать что-то кому-то вот иногда говорят о пожелании здоровья там счастье чего-то какие-то глупые пожелания да вот дают стандартные пожелания счастья здоровья единственно что я могу пожелать и считаю что это нормально интересной жизни человеку тогда все остальное это жизнь должна быть интересная если жизнь будет не интересно можно желать здоровья можно иметь все по отдельности но жизнь это не интересный конец ты труп вот интересная жизнь тут и дел не в возрасте не в здоровье а просто ты живешь и живешь главным тогда жизнь интересна вот это самое главное так что проще расставайтесь деньгами не занимаетесь их коллекционировали но это не значит их надо как-то расточать сорить виталий направо и налево деньги как материальный символ это универсальный знак символами сами все должны отправляться в нужное росло то есть они должны работать вот а предназначение денег замечательно мать сказала она говорит предназначение денег в том чтобы приумножать благосостояние материальное процветание того или иного сообщества людей страны о высшем смысле всей земли деньги это средства сила энергия отнюдь не цель как таковая и как любая сила сила денег возрастает и приумножается когда они она движется когда она циркулирует когда находится в обороте вообще не используется в деле они когда она накапливается и хранится без дела без движения это вызывает застой и омертвение то есть это вот динамичная сила которая должна радовать и нас или каким-то образом приносить дивиденды не в смысле корыстная вот смысле интересная жизнь пожить должна быть действительно интересно для этого естественно требуется какая-то материальная сила намеренно себя лишать что-то оставаться голым там сидеть вот не стричься не брить там не мыться это глупость на это понимать вот как-то с евробинда ваш вами спросили почему мать одевает там красивые одежды там почему там сменили мебель если раньше будет было так вот что выходили там в том что было не особо притяжательными теперь вроде бы вы имея деньги стали так много но если есть возможность выходить нормально почему-то не быть нормально одета почему-то не быть нормально одет почему на бедно отходить в каких рваных ботинок или рваном самой балахуни действительно есть нормальная вещь нормально обычная вещь есть возможность то ради бог естественно не завидовать кому-то у кого-то что то есть там жить надо по возможности посредством тоже понятно а когда вы будете жить правильно и будет искать главное у вас в приоритете это все приложится то есть ничего лишнего у вас не будет и все что будет необходимо ну у вас всегда путь всегда будет вот это тоже такой интересный момент как бы формирование вашего материального мира когда вы в конце концов потеряете или обретете ровность по отношению к вещам материальными ком придет вот все то что может вам прийти если не повредит вам не повредит кого не будете привязаны в нашей повседневной жизни мы привыкли автоматически по сути вмешиваться умом во все и вся своими суждениями уже говорили но суждение когда мы говорим о людях а их поступка еще таскать мы очень часто практически всегда разговорах или уме все оцениваем так двойственно оцениваем говорим нравится там не нравится хорошо или плохо вот постоянно идет вот такое искать такой минут не диалог по отношению к окружающими такая своеобразная двойственность вот так вот эта двойственность способна вынести путаницу в истинное положение вещей в этом мире поэтому на мир на окружающих надо смотреть ровно просто ровно не пытайтесь судить не о людях не о вещах не о том что искать встречается вам опять-таки повседневном окружении я уже вам говорила наверное практикуете правильно делать если действительно делать умеете видеть мир таким каков он есть не пытаясь никоим образом его осуждать не пытаясь никоим образом комментировать все происходящее вокруг для этого сейчас есть замечательное средство если вы еще в состоянии этим средством пользоваться смотреть телевизор новости вот смотрите абсолютно ровно вот то что там вам агрессивно преподносит и навязывает и заставляет вас буквально внедряться в это чтобы вы прочувствовали это буквально каждой своей вот клеточкой если вы еще состоянии его смотреть это можете это использовать просмотр этих передать для установления ровности в своем сознании я уже говорю что одна женщина мне сказала белоруссии что она сейчас уже смотрит нормально телевизор новостные передачи и вообще все там смотрят если смотрит то только ее раздражает что реклама реклама значит у вас все недоработки смотрите только рекламу теперь остальное не смотрите рекламу спадаете если рекламу вас перестанет раздражать но вы будете понимать там о чем идет речь только не пытаться там ведь вот они вот если ровность у вас вот телевизионные установится медитативные средства можете использовать телевизор для основания романса 1 если из дома особо не выходит так вот если из дома выйдешь то есть такое для медитативного отношения метро проехаться там еще где-то пройти магазин на рынок садить вот это тоже использовать успешно в работе вот понимать здесь опять бдительность требуется без бдительности еще не будет мы если механически будем откликаться на все то что мы видим слышим обоняем осязаем то погибнем а если будем видеть и ловить мгновенно на входе попытку там что-то осудить каким-то образом чему-то отнести стоит будет замечательно то есть видите как интересно то есть вся жизнь наша сплошная медитация сплошное стяжание духа святого если мы правильно к этой проблеме подходим любой наш шаг любая ситуация может и должна быть использована медитативных целях очень важный аспект сознательной дисциплины очень важная спирс сознательной дисциплины которые поначалу не всегда вызывает у слушателей полное понимание такое полное действительно понимает отношение к выполняемой работе любого рода как относиться к работе который мы выполняем работа за которой мы получаем деньги либо это работа по дому там мытье посуды стирка готовка работа в помощь кому-то или работа как средства отдых тоже иногда будет на что-то копать там прибить вот как относиться к этой работе к любой работе то что любая работа должна нами выполняться без привязанности без заинтересованности в результатах я не говорю без заинтересованности в самой работе а в результат ее мы посмотрим с вами почему да без каких-либо беспокойств без оглядки на то как эту работу вас примут окружающие похвалят вас или оплачивать вас вы будут ругать по этому поводу да то есть выполнять работу без привязанности добросовестно максимально добросовестно все что от вас требуется если вы максимально добросовестно выполняете любую работу туда все в порядке если вы будете если вы будете ну работу как бы делить там приятную неприятную интересно неинтересно если у вас бой появится двойственность суждений нужно это или не нужно ум опять начнет работать совершенно в лишних категориях если вы будете беспокоиться за результат беспокоиться вот как вот вы будете то не самом процессе выполнения работа вы будете думать о результате если вы думаете о результате этого думаете о завтрашнем дня завтра с день от всегда сегодняшний момент так вот лучше пребывать в сегодняшнем моменте добросовестно выполняйте работу тогда будет результат кому как привыкли пугаться результат либо его предвосхищать либо там считать деньги которые мы получим за эту работу очень у нас такое отношение к любой работе всегда заинтересованы всегда такое эгоистическое отношения если мы будем и просто без привязанности выполнять это вообще будет замечательно это медитация но который лучше не придумаешь тогда все будет интересно значит в обыденном существовании считается что вполне естественно считаю что человек должен непременно быть заинтересован результат работа ну как же так если я не заинтересован еще пять я уже говорил работа делится на любимую и нелюбимую необходимую и бесполезную и полезный приятный и неприятное на интересную интересно столько можно поделить этих самых форм нашей деятельности каждый в меру своего понимания бывает абсолютно бессмысленная работа ты понимаешь что она абсолютно бессмысленная ну просто понимаешь вот ее выполняешь медитативность используйте любой труд для медитативной работы вот любой труд который вам порочит жена там попросит муж попросит кто-то попросит увидишь что работа бесполезно делай эту работу это так сказать вот то самое время когда вы способны пребывая в реальном моменте здесь и сейчас в общем то действительно трудиться на благо собственного роста внутреннего роста